На данный момент здесь проходят противно-последственные действия, на процессе обыск. Уже второй день проходит, нам предоставили ухвалы следовательного судьи, по которой обыск производится на предприятии «Биол-Универсал Украины». Мы отблокировали работу предприятия. Фактически, то, что вы сейчас видели, выезжал, это выехала вторая машина за сутки. Но фактически работа предприятия была остановлена, поскольку не мог въезжать транспорт не только «Биол», а и «Разделянского элеватора». На руках у следователей является ухвала суда, что они имеют право проводить обыск к соседнему нам предприятию «Биол-Универсал Украины». Попытка насильного открывания ворот, въезда постороннего транспорта, транспорта личного. Когда попытались я и наши представители предприятия отстоять свое предприятие, помешать им попасть на территорию, была совершена попытка наезда и также применение физической силы. А что работники вашего элеватора, они сейчас на рабочих местах или нет? Работники сейчас на рабочих местах. Люди, конечно, взволнованы и не понимают, что происходит. Сейчас вижу, что пустуют все механизмы, нет семечек. Мы открывали наш въезд на территорию элеватора. У нас абсолютно никакой приемки нет. Вы работаете здесь, да? Конечно, я уже восьмой год здесь. Что вы знаете о ситуации, которая разгорелась? Машины не выпускают, мы не можем принимать машины. Если мы не принимаем зерно, значит, у нас нет работы. Но, к сожалению, наше законодательство настолько не идеально. И поэтому контрагент, который был уличен в каких-то нарушениях украинского законодательства, и к нему не могут применить никакие действия, идут по цепочке. Компания Биолинса Украин является конечным в цепочке закупок, так как закупает и перерабатывает сырье. Поэтому, не найдя того контрагента, приходит к следующему. И предъявляет обвинение в неуплате. Блокировка работы предприятия вообще неправомерна. Так как по ухвале следственного судья было указано сугубо проведение обыска и изъятие определенных документов, что было добровольно предоставлено сотрудникам предприятия, следователям и полномочным. В следственном управлении финансовых расследований Государственной фискальной службы в Одесской области проводится досудебное расследование по уголовному производству в отношении должностных лиц предприятия ООО «Биолинсал Украины» по факту умышленного выполнения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Закончить 30 октября обыск не представилось возможно в связи с тем, что обыскиваемый объект представляет собой большую территорию с множеством строений, которые в ходе обыска необходимо осмотреть. 30 вечера был приостановлен обыск и приняты меры по сохранению обыскиваемого объекта, а именно ограничен въезд и выезд транспорта до уменьшения проведения следственного действия. Следователь имеет право в ходе обыска запрещать каким-либо лицам покидать территорию, обыскиваемую территорию до окончания проведения следственного действия и совершать любые действия, которые мешают проведению обысков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok